8 июля сообщает избирком, Михаил Молчанов подал документы для регистрации на выборах главы Хакасии. Свою поддержку он представил подписи 129 глав и депутатов муниципальных образований Хакасии. Михаил Молчанов стал вторым, кто представил избирком документы для регистрации. До конца текущей недели это должны сделать заявившие в движении на пост главы Хакасии Сергей Сокол, Алексей Хабаров, Ольга Ширковец, Владимир Грудинин. Валентин Коновалов муниципальный фильтр уже прошел, представив как Молчанов 129 подписей в свою поддержку. Он уже зарегистрирован как кандидат на выборах главы региона. А 9 июля избирком Хакасии завершил прием документов на выдвижение от партий, которые намерены занять места в Верховном Совете. За 25 мандатов готовы бороться 9 партий. Единая Россия, КПРФ, Родина, ЛДПР за справедливость, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Новые люди, Справедливая Россия, Патриоты за правду, Коммунистическая партия, Коммунисты России. До 16 июля партии должны предоставить документы на регистрацию. Между преодолевшими на выборах 5-процентный барьер будут поделены 25 мандатов республиканского парламента. Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП. 7 июля на 373-м километре автодороги М54 и Нестей столкнулись Тойота Виш и Тойота Королла Филдер. В каждом из автомобилей погибли пассажирки. Обе в момент столкновения находились на передних пассажирских сиденьях. В больницу увезли 12-летнего ребенка. Он получил травмы, но врачи говорят поправиться. Свидетели аварии сотрудники полиции просят обратиться по телефону 8-913-446-0306, 8-913-050-6997. Пытаясь заработать на инвестициях, житель Абакарского района лишился почти 2 миллионов рублей. В дежурную часть обратился житель села Солнечное. Стражем правопорядка пенсионер рассказал, что в конце июня в поисках дополнительного заработка штудировал различные сайты. В интернете наткнулся на заманчивую рекламу и решил поучаствовать. В анкете мужчина оставил свои контакты, а вскоре посредством видеосвязи с ним связался неизвестный. Он представился Виктором Брагиным и уточнил, что является представителем фондовой биржи. Слово за слово, настойчивое предложение увеличить вклады и вот уже более 2 миллионов рублей перевел мужчина мошенникам. Ну а потом, конечно, финансисты перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. В Красноярском крае трагедии на воде. В пятницу в озере Арбай утонула 7-летняя девочка. Она отдыхала с опекунами, в воде была без спасательного жилета, плавать не умела. Было неглубоко и дети, которые были вместе с ней, находились в поле зрения отца. Тем не менее, ребенок утонул. Девочку нашли в двух метрах от берега, на дне, лицом вниз, уже без признаков жизни. А 9 июля в озере Песчаный обнаружили тело 14-летнего подростка. Он пас скот и поехал на лошади искать отставшего от стада быка. Лошадь позже вернулась домой без подростка. В результате поисково-спасательных работ тело мальчика нашли в озере. Следите за детьми. Трагедия может случиться в считанные минуты, даже если вам кажется, что вы контролируете ситуацию. Будьте предельно внимательнее, отдыхая с детьми у воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова